Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на серии M1 Freeplay 1 сервер. Мы не Кирилл Путбуль, и сегодня мы займемся моим бизнесом, это таксопарк. Нужно туда будет подвезти немного продукчиков, порассуждаю насчет этого бизнеса вообще, чё и как, покажу вам финочку как раз. И как мне владеть таксопарком, вообще как бы я первый раз владею таким видом бизнеса, поэтому, не знаю сколько у меня уже где-то, ну немного у меня времени, арендуем данный грузовик. Так, это наверное наш ход. Давайте берем наш грузовик и заводим его. И сейчас поедем закупимся продуктами. Сколько нам вообще продуктов надо, я сейчас гляну, так, как едем, чтобы чувак мог проехать. Так, БУСИНС. Ммм, нам нужно 419 продуктов, получается, да. 419 продуктов, да, я проеду, чувак. Так, так, 419 продуктов нам нужно привезти, значит, да. Так, давайте я пока Финку вам покажу. Ну, Финка здесь небольшая, как бы, ну, я не занимаюсь, я играю, там, не знаю, раз в 3 дня, раз в 5 дней, и всё, как бы, я не пиарю. Как бы, вот, Финка была маленькая, ну, вот, начала подниматься. 13 тысяч, 17 тысяч, 5 тысяч, 11 тысяч, 7 тысяч, 6 тысяч, 5 тысяч. Как бы, я его всё равно слоил, как бы, по ГОСу. Сами понимаете, я его слоил по ГОСу, я его, если буду прорвать, я его взглянул в 4. Ну, как бы, навариться, не то, что навариться, а, как бы, вернуть свои деньги на рекламу, как бы, я, как его только купил, рекламил его за то, что я продукты завозил. Там было 500, по-моему, только продуктов. Я и КОСАЛИ завёз, как бы, ну, просто вернул свои деньги. Ну, а навариваться я вообще не буду, как бы, на других игроках, как бы, я не такой, я, помните, у меня была столовая, я её покупал за 3 миллиона, я продал её за 2,4. Не за того, что, типа, я не мог её никому продать. Я просто, я сразу писал, продам за 2,7, по-моему. Чувака просто не хватало денег, я ему уступил. Всё. Я, как бы, не навариваюсь на бизнесах, мне нормально и так живётся. Я зато спокойно сплю, что никто меня не проклинает. Хотя, это, навряд ли, все меня, наверное, проклинают. Есть хейтеры и так далее, в принципе. Но и они у всех есть, я думаю. Но мне похуй на них. Однозначно. Сейчас мы едем загрузимся. Я уже положил, по-моему, деньги на бизнес. Да, я положил. Должно хватить. Таксопарк находится в Батырево. Я его сылал по госу. Я не знаю, сколько я в нём владею уже. Недели 2, наверное, или 3. Ну, где-то 2-3 недели я, короче, им владею. Своим бизнесом. Я его сылал по госу. Таксопарк Батырево. Но я, в принципе, не жалею, что я по госу его сылал. По-моему, слить его можно за... Я не вспомню. За 2,7, по-моему, его гос можно слить. Ну, как бы в гос его было бы глупо сливать, конечно же. Даже, ну, если можно по гос цене продать, как бы, я думаю... Вот в таксопарке я видел, вот, Баты... Ой, Батырево. Южный Арзамас продают по 7, по 9 миллионов. Это пиздец. Нахера так дорого? Дорого я его не понимаю, как бы, ну... Ладно, там 4-5 миллионов. 5 миллионов это уже всё, это край. Как бы, ну, а... Прям, блин, по 7, по 9 миллионов, ну, это уже зашквар. Это реально уже зашквар, на самом деле, поэтому... Я его не буду так дорого продавать, я его продам... Ну, как бы, дороже гос, чуть-чуть дороже гос, продам его за 4 ляма. Я думал о том, чтобы его продать, но... Как-то не знаю, как бы, ну, есть и есть. Он, как бы, мне не мешает. И я думаю, пока его оставить. Пусть он у меня пока будет, 419, да, наверное. Всё, закупились. Вообще, кстати, понты подпратили на то, чтобы продукты купить. Ну, серьёзно, как бы, ну... Навариваться на этом, блин. Ну, знаю, да, все деньги нужны, как бы, я тоже деньгами не разбрасываюсь, но... Я его оставил по госу. Ладно, если я купил его там за 4 или за 5 миллионов, конечно, я бы продавал, сколько я его купил. Ну, а так, по госу, словил, в принципе, что бы не продать, чуть-чуть дороже, и всё. И всё будет нормалёк. А так, где-то навариваться, ну, это не моё. Я не перекупщик, я не наварщик. Если я так, можно так назвать. Я спокойно, если продаю бизнесы. Аккуратно, пацанчик, пожалуйста. Вот этот, кто разъездился. Разъездился, смотри на него. Дальнобойщик. Сейчас доедем до Батырева. Там выгрузим наши продукты. Я включу вас на закупку. Кстати, советую вам автозакупку выключать. Кстати, давайте я пристанавливаюсь, чтобы ни в кого не врезаться. Или в дерево. Так, бусинес. Как я только поставил сюда цену за проезд 500. Финка поднялась. Вот серьёзно. Вот я 3 дня назад поставил, по-моему. И финка поднялась. Сами видите, вот прибыль за сегодня 11 тысяч. Я уже снимал их. И вы видите, я положил, чтобы продукты завести. Ну, как бы нормально вроде бы как. Как бы поднял эту заработную плату, то финка пошла больше. Я на самом деле... Я сначала у меня стоял 250. Это ниже всех было. Потом 300, тоже ниже всех. По-моему, там в Южном стоит 400. А в Арзамасе 450. Ну, сейчас мы посмотрим, сколько в Арзамасе стоит. Я не знаю, чем дороже, тем лучше. Ну, как бы, чем дороже, да, тем больше прибыль. Или чем дешевле, тем больше людей будет работать. Сколько у него стоит проезд? Мне интересно. 465. Видите? Они тоже большую ставят. Как бы, ну... У меня в Батырево 500 стоит. Я не знаю, это хорошо. Или плохо от 500. Я с вами советовался. Кто-то писал 300. Кто-то писал 500. Кто-то писал 250 оставь. Я так и не понял. Я поставил 500, финка больше пошла. Я не знаю. Как бы... Я покупал этот бизнес из надежды того, что я подниму большие бабки. Я купил просто себе бизнес. Потому что у меня, во-первых, не было такого бизнеса. Во-вторых, он был по ГОСу. И мне было интересно, как владеть таким бизнесом. Как бы, я сам периодически работаю таксистом. Поэтому мне нормально. Мне, в принципе, нормально. Как бы, и в Батырево мне нравится. Вот я себе купил в таксопарк Варзамайс или в Южном. Но это дерьмо, на самом деле. Мне там не нравится. А вот в Батырево, в центре Батырево находится. Напротив, автошколы. Всё чётенько, красивенько там выглядит. Всё. Вот всегда мне нравились такси именно в Батырево. Да и саму Батырево мне больше нравится, чем другие города. Тоже Лыткарина. В Лыткарина вообще бизнесом нет. Хотя и смыслом там быть. Но, думаю, в глобальном времени уже будут бизнесы там. Я уже хотел бы, чтобы какую-то обнову сделали для таксопарка. Не знаю, там, даже какую обнову можно сделать. Вот мне интересно. Вот смотрите. Я завожу продукты. Я размышлял над тем, что... Какие продукты может быть в таксопарке. Ну, я пришёл к такому мнению, что это бензин на машинах моих. Как бы, ну да. Ну да. Только по-другому никак. Если по РП, то по-другому никак. Это разве что бензин просто. Кстати, это мои такси или нет? Я, бля, не увидел. Не, это не мои, кстати. Это Южки. Хм. Даже странновато, малёха. Как бы... Блин. Дебильная газель. Просто дебильная газель. Конечно, я бы мог выйти потолкать её, но... Зачем? И так, в принципе, нормально. Ну, короче, итог тот, что, блин, продукты завожу я типа бензин. Ну, если так порассуждать реально, что можно туда завозить? Не знаю, там, запчасти для обслуживания автомобилей моих или чё, что-то, блин. Ну, реально, я... Вот только вчера до меня это дошло. Какие продукты завожу? Таксопарк как бы, ну... Заправка там понятна, 247 понятна, пиротехника понятна, казино... Казино, кстати, непонятно. Чё ещё у нас там за бизнес есть? Спортзал понятна, типа, новые перчатки, там такое. Вот таксопарк, это либо бензин, либо запчасти, либо всё вместе, как бы. Я вот над этим рассуждал. Ну, и как бы, вот такое у меня мнение сложилось по поводу данного вопроса к себе, так сказать. Блядь, давайте сейчас доедем уже. Ммм, ебать, стантис, блядь. А-а-а-а, ты чё, читер побывал? Это моё такси? О чём, стоп? Чё-то мне это не нравится. У меня 500 стоит, кстати, да. Мам, у меня, кстати, одного такси нету. Или два. По-моему, два такси нету моих. Ну, ладно, в принципе, неважно. Так, давайте привезём товары. Вот так вот. Давайте, в первую очередь, скриншот сделаем. Вот такой вот скриншотик. Всё, теперь давайте выгрузимся. Так, давайте я жопу подеду, ладно. Ладно, уже так. Чтоб прям уже пара пробылась. О, моя таксишка появилась. Русская мафия меня крышует так. Бусинес. Закупка товаров. Отмена. Всё, включил. Так. Селл. Рот. 415. Всё. Выгрузились. Сколько на балансе бизнеса осталось? 12 тысяч. Окей. В принципе, я... Просто я запасом вложу денег, когда товары вожу, чтоб потом, как бы, ну... Чтоб всё было чётенько. Так, ланцер. Руссу. Эх, мой бывший спортзал. Хороший бизнес, кстати. Очень хороший был бизнес. Так у меня прибыль бешеную просто нес. Но пришлось его продать. Так, давайте дождёмся. Зелёный сигнал стафора. И проедем мы в банк. В принципе, эта тачка уже нам не нужна. Так. О, меня нашли. Меня спалили, пацаны. Так. Ю-Кью. Баланс бизнеса. 13. 575. Положить. 50 тысяч. Всё. В принципе, вот так нормально. Ну, думаю, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Обязательно заходите в сервис и райте. И ждите новых серий. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok